Приветствую вас. Очень-очень маленькое видео, которое повторяет то, что я вам рассказал вчера и еще раньше. Вот смотрите, МВФ посчитал 8 проблем, которые мешают развивать бизнес в Украине. Но есть вопрос к бизнесменам, которые тоже назвали проблемы, которые мешают. Давайте сравним, как МВФ считает, что мешает Украине и что говорит настоящий бизнесмен. Ну, на первое место МВФ всегда ставит коррупцию. В вопросе бизнеса бизнесмены коррупцию называли, она у нас лежит аж на 9 месте. Это не проблема. Коррупция не мешает. Это глупое болтование журналистов, ну и специалистов МВФ. На первом месте, что мешает украинскому бизнесу? Слишком высокие цены на энергетические ресурсы. У нас действительно цены задрали, дальше никак. Как раз по совету МВФ. В результате бизнес не может нормально работать. Понимаете, есть какая-то здравая логика цен. Но у нас сумасшедшая. Это я не шучу, это серьезно. Второе. Ну, МВФ считает, что у кого нет уплаты налогов. Ну, если посмотреть, видите, там у нас есть чрезмерное налоговое давление, ставят на четвертое место. То есть здесь, как вы понимаете, корреляция. То есть бизнес все-таки на второе место ставит очень высокие цены на сырье. Тоже проблема. Тоже, тоже проблема. Потому что кто занимается бизнесом, знает, ну это архитяжело. Потому что, ну вы можете что-то экономить, но нельзя же ничего не экономить. А вот третье совпадает. Смотрите, ну, МВФ назвало популистское настроение. Имеется в виду в Украине, конечно. А украинцы называли политическую нестабильность. То же самое. Вот абсолютно то же самое. То есть, да, действительно, третья проблема. То есть МВФ и, в общем-то, бизнесмены совпадали. Однозначно. Другое дело, что ни черта не делается. Потому что это политическая нестабильность уже всегда стала. Потом четвертое место, как видите, МВФ ставит низкая производительность труда. Но, обращая внимание, видите, бизнес тоже отмечает низкую производительность труда, но на восьмом месте. То есть это есть проблема. Но такая самая, ну, как бы, существует, но на последнем месте. Дальше. Ну, МВФ сказал низкое качество образования. Бизнес такой не говорит. Они ругают, что ведь не работает киритованием, пятое. Причем, ну, понятно, МВФ про это не говорит. Ну, как же мы, реформы, банки, реформы. Нет, киритованием не работает. Потом МВФ говорит про рост госдолга. Конечно, госдолг для бизнеса глубоко наплевает. Как раз, какой-то госдолг. Господи, какая чушь. А от девальвации, да, достает. Но от девальвации гривен, она корреспондируется в высокие цены на сырье. Ну, вы сами понимаете, и на аргентинские ресурсы, так как здесь. Потом от седьмой практически совпадает. Ну, МВФ назвали протекционизм, а бизнес назвал слабый спрос. Вот по большому счету, вот эта вот политика протекционизма, когда мы ругаемся, не хотим нормально, ну, как бы, создавать рыночные отношения в Украине, между другими странами, да, это слабый спрос, да, соответственно. Ну, стихийные бедствия наши бизнесмены, как бы, не считают проблемой, хотя время-то время бывает. Вот такое маленькое видео. Жду ваших умных комментариев.